Я была в таком восторге, что попросила присоединиться к одной из команд. И, собственно, то, что я сделала, потому что я считаю, что наши антикоррупционные экспертизы, наше понимание того, как коррупция в стране работает, какие есть проблемы, могут действительно пригодиться. Поэтому тут, как бы, я сказала, что я останусь Денису, он посмирился с этим и, собственно, находилась в определенных месяцах. И что я могу сказать? На самом деле, этот проект для меня очень сильно ассоциируется со своими вдохновениями. Потому что, когда ты видишь идеи, которые ты никогда не думал, когда ты понимаешь, что они действительно могут решить проблему, это действительно очень сильно вдохновляет. Также очень сильно вдохновляет, когда приходят представители министерства и говорят, что, а давайте, как бы, вы будете ограничиваться теми, которые есть, а подумайте о том, какие данные вы будете открыть, подумайте, что вы еще можете сделать. И мы поможем вам, поможем эти данные открыть. Это тоже очень круто. И когда ты видишь людей, которые сейчас учатся в школе, и они приходят и пытаются представить какие-то антикоррупционные решения, это просто потрясающе. Я подумала о том, как выучили в школе, но мы не думали тогда о том, как выбрать коррупцию. И каждый раз, когда мне говорят, что в Крыме нет будущего, я вот привожу пример этих школьников, которые пришли, собственно, и с нашим будущим, они хотят что-то поменять. Это очень круто. Меня очень часто просят называть какие-то цифры, оценить коррупцию в стране. Он просто приходит и говорит, скажите, сколько волнует. Мне как-то постоянно очень сложно объяснить, что коррупцию очень трудно измерить. Даже вот такая организация Transparency International, которая называет рейтинг восприятия коррупции, а не рейтинг коррупции. Потому что коррупцию, ну, она в тени, ее измерить очень сложно. И я всегда говорю о том, что коррупцию нельзя посчитать. И еще раз потом об этом подумала и подумала, что все-таки коррупцию посчитать можно на самом деле. Ее можно посчитать тогда, когда ее убирают. Например, если вы посмотрите на систему Прозора, вы видите, там есть цифра 8 миллиардов гривен. То есть, по сути, когда коррупция уходит, вы понимаете, сколько воровали. И я думаю, что есть еще очень много, чем сделать в Прозоре для того, чтобы эта цифра стала гораздо больше. Можно посмотреть на ту же организацию «Нафтогаз», да, в которой пришла новая команда. И в очень больших условиях войны, газовой зелительности и жуткой демонстрации, они показывают лучше для нас результатов. Эта цифра, которую вы можете увидеть, сами посчитать, абсолютно как бы вечно она известна, это, по сути, коррупция. Это коррупция, которая ушла. И я очень надеюсь, что вот эти вот команды, то есть, после того, как их воплотятся в проекты, они нам новые цифры покажут. И когда мы видим, что где-то возникает прибыль, какие-то организации, где человек больше зарабатывает денег, мы поймем, сколько там воровали, мы поймем, какая там была коррупция. Вот, собственно, что еще хотелось сказать командам. Там вот в зале все сидят почему-то, со всеми друзьями в Facebook, они очень меня вдохновляют. Я хочу вам сказать, когда вы сейчас очень устали, и вы немножко как бы сейчас с встречи находитесь, да, с презентациями, но вы все только в начале пути. И эти минимальные, как бы, работающие продукты, которые вы показываете, это просто первые шаги. Вы должны об этом помнить. Каждый раз, когда он говорит о том, что у вас слишком амбициозная цель, что вы хотите там чего-то невозможного, а не слушайте это. Потому что только ставив перед собой эти амбициозные цели, задачи, вы сможете творить чудеса. Помните о том, что ту же систему прозора, ее создавали романтики. Когда люди хотели ее сделать, то все дали, что у них не получится. А сейчас мы видим, как бы, по сути, уже это чудо, которое уже у многих других странах хотят в самом деле делать. Спасибо вам большое. Я желаю вам вдохновения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вопросов и ответов, в частности, какие основные проблемы коррупции на сегодня, как решают их проекты, и как за два месяца от прототипа провести небольшой шлях до реализации уже какой-то базовой модели. Насправді, перед вопросом, я хотел бы обратиться к команд, которые работали два месяца, и к команд, которые не пройшли в этот инкубационный цикл, но хотели бы что-то делать. Хочу нагадать, каким чином, взагалі, цей инкубационный цикл стал, и как этот проект, взагалі, был реализован. Министерство инфраструктуры, насправді, является чемпионом в открытии данных. Еще полтора лет назад, именно благодаря усилиям команды Володимира Омеляна и некоторым людям, которые еще есть в зале, Министерство, на выпорядке, еще перед тем, как принял закон в открытии данных, начало открывать информацию в формате открытия данных на собственном сайте. Это очень важно. Это позиция очень проактивная и на сегодняшний день Министерство также является более открытым в любых IT-проектах. Мне кажется, что вашим проектам нужно стать самостоятельными и искать партнеров, фонды, а также другие организации, которые вас далее поддерживают. Фонд Водроджения регулярно смотрит все проекты, которые проходят через инкубацию в 19.91 в похожих проектах. И вам варто поддаваться на такие самые конкурсы, залучаться с поддержкой Министерства, которая очень открыта, поговорить и продолжать напрямую с государственными и государственными и государственными, как и их проекты в Министерстве и так далее. Мне кажется, что самое главное, это не оставить те проекты, которые вы начали, и продолжать их делать до тех пор, пока они не станут жизнездатными и самостоятельными. Я уверен, что те проекты, которые прошли сегодня через 19.91, все пять проектов могут выжить, найти подальше финансирование и стать успешными стартапами в области борьбы с коррупцией. Спасибо. Я буду рад. Игорь Михайлович, 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 я буду рад. Я буду рад. Я буду рад. Игорь Михайлович, 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 Игорь Михайлович, я рад. Игорь Михайлович, я рад. Игорь Михайлович, я рад, что сегодняшние решения, которые нам предложены, уже глупую на том, что 1-ое правило Министерство запрещено все данные для предвидетов. Я уверен, что эти решения будут апробованы, будут имплементованы. И это мать не просто волонтерская деятельность, а успешная бизнес-модель. Игорь Михайлович, если это будет успешно запущено в Украину, то это может быть чудовым решением для многих других стран в мире. И если это будет функционироваться в Американстве морских портах Украины, это может так же быть использовано в других сферах, в других странах. Поэтому мы бачим досвид с прозором. Невиновный проект с невидомым в будущем стал успешным и является одним из лучших практик, которые визнаны такими организациями. Соответственно, что одна страна взяла до себя на озборожение волноват. Сейчас проводят процесс волноват. Да. Поэтому это тот напрямь, где мы движемся. И я очень надеюсь, что таких будет много в пропозиции. Потому что ключевое наше это полноценная комплексная архитектура сучасного света, которую мы будем завязывать в среднем развитии. Пожалуйста, пытания. Пытания? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мне сказали полноши цифры, чтобы было в результате нашего общения. Можно ли, например, сказать об объеме сэкономных средств, или еще которые возможно ли прогнозируются в результате инвентрии этих проектов? Это вообще возможно как-то оценить эффективность именно в каких-то конкретных денежных услугах? Я с радостью отвечу на ваш вопрос, и я вернусь просто к комментарии, который был у вас по поводу того, что оценить группы можно только по факту оскоренении. Поэтому здесь очень сложно сказать. Можно сказать одно, что эти проекты являются очень легковескими и легкими в имплементации, поэтому это значное преимущество относительно небольшими затратами по всевидимости грантов средств. Можно убедиться, в том работе или нет. Если позвольте, я еще откомнитирую абсолютно согласно с Денисом, только хочу добавить еще то, что Татьяна говорила. Отслеживайте все гос. предприятия по их результативности. Что было в прошлом году, и что было после внедрения. Это первое. Второе. Смотрите на капитальные инвестиции, которые были ранее, которые сейчас. Потому что если сейчас используют новые технологии, там капитальных инвестиций не будет. Поэтому два момента. бизнес должен становиться легче. Б прибылью. Если вы будете исследовать, смотреть на это все как журналисты, то вы будете видеть, что да, там уменьшается коррупция. Потому что коррупция лежит в больших закупках, чего-то непонятно чего, которое сейчас применять не возможно. Я бы сказал до примера того, что мы имеем в Севернер-Лайнс с автоматичным инвестиционным 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 строительным строительством строительства. Мы еще должны показать детально, как он будет работать. Есть схожая проблема в строительстве, но то, что мы четко знаем, что пиковые места перевезли на чорном рисунке. бизнес будет лучше платить за один на тв-вагон из 500 до 1000 гривен. Можете руководство в границе приблизительно 70 тысяч в границе. Делим скромно, давайте хотя бы на 3 сумму, и мы будем иметь около 15 миллионов гривен в добу коррупционного роста. Все. Вся программа обликана цей фактор ліквідувати, вагон есть и нет. А если надо, то подождите, и вагоны появляются. Вспомните, вагоны есть. Эта система надавится при хате. Мы четко мы должны понять, где что находится, и куда что идти. Это один из таких уже вагонов тропин. Эти деньги не вплинуть на финансовую баланс компанию. но все проще точно вплинуть на финансовую ситуацию бизнесу. Я думаю, что можем переходить до следующих вопросов. Вопрос ко всем участникам Ольга РФ. Скажите, пожалуйста, несмотря на то, что коррупция у нас живет в тени, но коррупционеры у нас сильны и изобретательны. Новые проекты это, прежде всего, отсутствие их заработка в будущем. Продумали ли вы, ну, в ключе, ожидаете ли вы саботажа на местах в случае внедрения этих решений? И, ну, продумывали, как бороться или там оперы каких-то, коррупционеров витриновать? Дякую. У меня, на самом деле, очень простая. Я долго старался на линии уряда переконать, что в первую очередь реформа, а коррупция, если вы хотите сразу ликвидировать, давайте будем поступово умирать. В подсумку моих этих дискуссий закончилось то, что я перейшел публичную душину. И, если у кого-то есть желание дальше поддерживать коррупционеров, то я это не дам сделать. Что не меньше в своей сфере я ее знаю по прозвищам. Я знаю, чем они фактически занимаются. И так, или иначе, я это зупиню. А в других вопросах, знаете, в каждом перейшло ответственность на сердце. Но я считаю, что мы не можем весь час жить в печере и поливать на маму. Этот час закинчився. И суспільство насправді зрели. Воно готове. Просто чомусь им были трошки переляками. У меня была недавно встреча с бизнесом на площадке из таких бизнес-организаций. Прямо того, слушали, что мы делаем какие-то реформи, что мы хотим сделать. А как нам вкладывали? Что мы делаем? И это меня шокует, когда самодостатный эффективный бизнес, который строил с нуля великой компании, видя чиновника, начинает питаться, а что мне делать? Нет, это бизнес что он делает неправильно, и сейчас намного быстрее и качественнее можно оперировать результаты. государства. Вот когда мы научимся говорить самим такими мовами, что я не прошу, а я вымагаю, то я думаю, что у нас банк что будет 20. в еще вопрос можно вы хотела подключить свое питание? А, вы подключите факеры? будет записано и удалению неподлежит. Это первый фактор, спросту ваты, что-то изменить, добавить. Первый фактор. Второй, машина постоянно обучается. Это означает, что в онлайн-режиме то, что у вас было секунду назад уже совершенно по-другому воспринимается в зависимости от тех действий, которые были произведены секунду назад. Это облачные технологии, это большие данные, это не маленькие данные, которые из отчетности вы направили. Это все, что живет в реальном режиме и дышит. И вот из этого всего на сегодняшний день намагаемость все время намагаемость локарстолопе технологичнее решение. Это машина навчания, это штучный интеллект и это онлайн-аналитка. Если все три фактора будут импланетированы в решение, то, поверьте мне, никакой чиновник не сможет спрестировать то, что он это делает. Спасибо. Если можно, пів секунды, я знаю, что чиновник на самом деле не может перевернуть штучный интеллект, а он просто может его выключить. Но кратче надо думать подальше. Я вважаю, что саботаж реформ он есть и будет. Не так легко проведется прозоро, и дата. И я особо верю в силу громадянского общества. Поэтому мы поддерживаем проекты громадянского общества именно на то, чтобы давить на владу и заставлять их все-таки проваживать, шукать этих коррупционеров. И коррупция имеет имена. И мы всегда и, как то говорят, name and shame. И я думаю, что благодаря этому миксу IT-технологий и социального общества все-таки мы поделаем этот саботаж. Еще я хочу сказать про саботаж. У меня небольшой опыт реформирования, но он есть. Он связан с реформой открытия данная. великий опыт спорта с первым урядом складом в письме революции и с всеми структурами, которые находились. Нам удалось сделать все объекты на уровне министров для реализирования постановой Кабинета Министров до проведения постановой на уровне среднего управления в некоторых министерствах проведения тренингов для специалистов, керевников и так далее. И могу сказать, что в каждом из этих случаев нужно просто найти подход почему это должно быть интересно и какие самые выгодные моменты. В решениях, которые предлагают здесь, есть обновление коррупции. Но, с другой стороны, они все предлагают сделать более прозорную деятельность государственных предприятий или Министерства. Это приводит до того, что например, те наборы данных, которые сегодня есть в Укрзалезнице, они под грифом комерсийная информация, они остаются открытыми, но, с другой стороны, появляется сервис, который продается предприятиям. Это податковое отшкодование, новая схема на заработку. Это возможность вывести государственное предприятие великий плюс. Это другой подход. Это податки коррупции не через покорение того или иного коррупционера, но это замена старого схема на нового. Прозорные, инновационные, которые работают больше на людей, чем на конкретного чиновника. Я думаю, что у нас осталось буквально два вопроса. Пожалуйста. У меня вопрос к министру Милянову. Скажите, пожалуйста, я видел два проекта ориентированных ингрозаливницами. Могли вам назвать фамилии и должности людей, которые отвечают за внедрение этих проектов, которые будут отвечать за внедрение и с ними будут внедряться? Сроки внедрения, процедура этой внедрения, обсуждали ли вы с ними внедрение этих проектов? Я думаю, что мы сейчас заранее об этом говорим, потому что мы только получили эти проекты сегодня. Поэтому давайте старше мы работаем с командами, понимаем четко, какие бюзни, какие будут решения, и потом их проведем. А то, что они будут проведены, я вам гарантирую. Спасибо. 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 Володимир Контрасенко. Я представник одного из проектов, который был первый, прошел успешную инкубацию первого инкубационного периода в 1999 до пана министра. У нас, например, есть пропозиция, совместная с нашим нынешним проектом, который уже успешно проведен в каких-либо местах Украины. И, возможно, другие проекты, которые вы въявлены в Украине, каким образом можно подать пропозиции в вашем министерстве, а в наших народных студиях? Вместе с кинезонцией, много команд, которые вас интересуют, если вы пишите про Facebook, как я вам говорю, есть реформированные проекты в Министерстве, которые поддерживают Российским Союзом. Можно через них тоже. Олексей Соборев, который здесь не встречается с нами, через него. Какие вам спец комфорты, что, пожалуйста, вас ждут? Спасибо. Спасибо, друзья. Я думаю, что мы прошли по всех, по-моему, аспектах подавления коррупции, как с технологичного, так и с точки зрения государственного управления. Я запрошу вас на «Алею стартапов», где с проектами можно будет детальнее познакомиться, понять, какие часовые рамки им нужны для имплементации, какие ресурсы, ну и, в основном, как они покращают життя каждого из нас уже сегодня. Проходьте в зал дирижацію «Динамство». И дякуймо нашим панелистам. Спасибо.